Почетный гражданин Самары. Это звание – высшая форма признания, знак уважения и почета. На 49-м заседании Городской думы глава города Елена Лапушкина и председатель думы Алексей Дегтев вручили награду Алексею Солоницыну. Писатель, кинодраматург, член Союза кинематографистов России. Он предан литературе и кино вот уже более полувека. На счету автора более 60 книг и свыше 50 документальных фильмов. Алексей Алексеевич, мы знаем уже не один десяток лет. Он несет культуру, духовную культуру. Это очень важно. Если еще не ознакомились с его творчеством, у него издано не один десяток книг. Он и драматург. То есть посмотрите, получите большое эстетическое удовольствие. Ну а теперь он наш почетный гражданин. Также наградой удостоился Константин Головкин. Посмертно. Самарский купец, меценат и художник внес огромный вклад в развитие Самары. В 1897 году Константин Головкин выступил инициатором создания художественного отделения Самарского городского музея. Сейчас в городе продолжают восстанавливать его знаменитую дачу – Дом со слонами. Вообще в великом деле всегда стоят идеалисты, которые живут надеждой, живут своими стремлениями и в первую очередь живут в любое одно украинство. Таким был Константин Павлович Головкин. Я надеюсь, что в этом зале все тоже точно такие будут. Спасибо вам большое за это признание. Мы будем беречь, мы будем эту награду поставить на всех выставках. Также на заседании в городской думе обсудили исполнение бюджета за первое полугодие текущего года. Увеличение бюджета произошло практически в два раза. Это и налоговое, и неналоговое поступление, и плюс межбюджетные трансферты. Это деньги вышестоящих наших бюджетов областного соответственно. Специалисты отмечают, городской бюджет социально ориентирован, используется успешно и эффективно. Средства в основном идут на обновление дорог, установку детских и спортивных площадок, строительство социальных объектов и жилых домов. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...